Привет, друзья! Сегодня я снимаю для вас очередное видео с пустыми баночками, а не под завязку. Их много, поэтому я надеюсь, что вы заинтригованы. Туториал с этим макияжем либо уже на канале, либо скоро будет на канале этой серии «Собирайся со мной на свидание». Да, у меня на губах, в случае, если вас это интересует, помада NYX Lingerie оттенка Dusk to Dawn. Я уже влюблена в этот цвет. Он потрясный! Так, окей, теперь пустые банки. Первое, что у меня закончилось, это витаминки Банни Гамми, витамины для волос, кожи и ногтей. Я их обожаю. Это уже вторая моя баночка этих витаминок. Я их очень люблю. Они помогают и волосам. Кстати, я полгода не красила волосы. Даже больше. Можем ли мы оценить? Для человека, который дома смывал краску, пытался их осветлить, потом в салоне осветлял их из жгучей брюнетки в платиновую блондинку и обратно в течение этих месяцев несколько раз. И вот я такая, я просто полгода не буду их красить. Пытаюсь отрастить свой цвет. Вижу седину и такая... В общем, посмотрим. Но в любом случае витаминки были в самый раз. Они мне нравятся. Волосы с ними, ну как бы, хорошо растут. У меня волосы вообще почти не растут. С ними они на самом деле растут. И мне очень нравится моя кожа, когда я пью эти витаминки. То есть в первый раз я думала, возможно, совпадение. Сейчас я понимаю, что это не совпадение. У меня и кожа лица становится более гладкая. И у меня руки вообще перестают сохнуть. И кожа вот на теле. И поэтому они на самом деле работают. Дальше средства для снятия макияжа. Фаберлик. Это двухфазные. То есть там с одной стороны синее, с другой стороны белое. Вы смешиваете, смываете. Оно отлично смывало макияж. Мне очень понравилось. Я, безусловно, куплю снова. Стоило, мне кажется, 100 с чем-то рублей. Поэтому бюджетные, эффективные. Я знаю, что сейчас все пользуются мицеллярной водой. Но мне кажется, что вот такое средство работает лучше, чем мицеллярная вода. А я ношу много макияжа. Если вдруг вот это не очевидно. У меня сейчас хайлайтер даже на ключицах и на плечах. Поэтому мне нужно мощное средство, чтобы все это смывать. И это было отлично. Дальше у меня закончился крем для лица. Сибирина интенсивно увлажняет кожу лица, восстанавливает ее и защищает ночью. Крем неплохой. Он был всячески натуральный. В принципе, Сибирина – это натуральная марка косметики. Поэтому здорово для них. Он был для меня тяжеловат и густоват для лица. Поэтому даже на зиму, когда моя кожа нуждается в каком-то экстра питании и увлажнении, для меня он был слишком тяжелый. Поэтому я его использовала на шее и зоне декольте. Для этого он мне подошел. Если у вас сухая кожа, я думаю, что все будет сильно лучше. Для вас. Так, что мы ждем. Я, наверное, декоративную косметику оставлю на потом, потому что она у меня на самом дне. Я выкидываю вот эту краску для волос, потому что я не помню даже примерно, как долго она у меня стоит. Мне кажется, больше года. То есть я половиной в какой-то момент покрасилась, половина осталась. Я просто зачем я за это вершусь? То же самое вот про эти два средства. Гарнир Фруктис Стойкий Цвет Блонд Усилитель Бальзам Уход и шампунь Али Стефорд Блитч Блонд. Средство для осветленных волос. Я все-таки лещу себя надеждой, что я больше никогда не буду осветлять волосы. Мне очень нравятся осветленные волосы на других людях. На мне, ну как бы, вы помните. Возможно, не все из вас, но те, кто помнит, как бы, это просто не мое. Как бы, оно неплохо, я могу заставить это работать, но, ну, я имею в виду, я брюнетка. На самом деле, я не такая брюнетка, как я хочу думать. Я не такая жгучая брюнетка, потому что у меня волосы темно-русые. Я прям такая. Я думаю, ну что я жгучая брюнетка? Они растут и такие, типа, м-м-м. М-м-м. В любом случае, на средство для осветленных волос. Я думала, что, возможно, предложить их кому-нибудь там у вас подруг с светлыми волосами. Но у меня нет подруг с светлыми волосами, поэтому, ну, как бы, я просто с ними расстаюсь. Дальше ватные диски, пупи. Они мне нравятся, они классные. Буду их покупать снова, всегда. Дальше гель для умывания, авиен, термаль. Очищающий гель для жирной и проблемной кожи. Он был такой, насыщенно-голубого оттенка. Вот над ней немножко осталось. Мне очень нравился этот гель для умывания для проблемной кожи. И на лето он был идеальный. Он подсушивал прыщики, он хорошо очищал кожу. Он боролся с несовершенствованием. Прям вот для жирной кожи это то, что нужно. Я была в полном восторге. Но это только для жирной кожи. Он немножко подсушивал кожу. Поэтому, если у вас там нормальная кожа или сухая кожа, если жирная, не исключаю, что куплю его снова. Потому что это один из тех гелей для умывания, который на самом деле работал. Так, следующее это моего мужа. Дезодоранцеперспират All Spice Citron. Он ему понравился. Он регулярно, кстати, покупает дезодоранты All Spice. Поэтому я делаю вывод, что они неплохие. Дальше у меня закончился шампунь облепиха Сиберика. Ну, как бы это натура Сиберика. Он у меня был так давно... Нет, не так давно. Смотрю на дату его изготовления. 16-й год. Не так давно, как я думала. И срок годности еще до 19-го. Он пах облепихой. Я не люблю облепиху, но в принципе мне этот запах не раздражал. Интересно, что у меня муж обожает облепиху, но его запах облепихи в шампуне дико нервировал. Он такой, я не могу этим пользоваться. Мне шампунь очень понравился. При том, что я знаю, что сейчас натура Сиберика это один из всех брендов, которые многие критикуют и говорят, вроде бы они натуральные, вроде бы не очень. Они ничего не делают. И там я про их некоторые средства слышу от людей, что из серии нет никакого эффекта. Не знаю, не могу сказать про остальные средства. У меня был их крем для рук из этой же серии с облепихой. Он был потрясающий. Он супер увлажнял руки. Этот шампунь мне тоже очень понравился. При том, что он вот в такой вот упаковке... Честно говоря, упаковка меня изначально несколько смутила. Ну, то есть он мне был подарен, я такая, ну, в такой упаковке, что может быть хорошего. Но шампунь на самом деле классный. То есть он, с одной стороны, эффективно, ну, как бы, на самом деле прочищал, очищал волосы. С другой стороны, он их совершенно не сушил и делал мягкими. Отличный шампунь. Всем вам могу рекомендовать. Мои волосы, вы знаете, в каком они состоянии. То есть если шампунь даже чуть-чуть сушит, у меня будет пакли на волосах. Потому что они у меня были осветлены. Как бы вот то, что было осветлено, я отращиваю. Но, тем не менее, вот, как бы, часть волос – это то, что когда-то было платиновым блондом. А до этого было тёмным, а до этого снова было блондом. Поэтому, как бы, я вот это всё обстригаю. Но, тем не менее, изрядная часть моих волос очень повреждённая. И поэтому, если шампунь подходит мне, значит, он на самом деле очень щадящий. Но при этом он их хорошо очищал. Потому что у меня волосы испорченные, но при этом жирные. Вот, ну, как бы, вот здесь. Да. Дальше у меня закончилось мыло. Rice Day. Я пытаюсь найти... Зань, давай ты потом придёшь. Я уже капнула на это платье тональным кремом. Если сейчас ещё ты будешь его своими гоготочками драть, вот вообще будет плохо. Я, кстати, да, сейчас снимала видео, капнула тональным кремом вот на это прекрасное платье от Зарина, которое я всё второй раз одеваю. Потом постелила домашнюю футболку сверху. Я имею в виду... Дэмэдж уже причинён. Так, туалетное мыло с эффектом скраба, древесный уголь. Я не помню даже примерно, откуда оно у меня. Я не пользуюсь мылом на лице. Мне кажется, оно предполагалось... А, нет, боди. Да, я делаю всё правильно. В общем, я его использовала для тела. Оно хорошо очищало. Единственное, я не заметила там никаких особо скрабирующих частичек. Поэтому это просто неплохое мыло для тела, которое очищало кожу. Норм. Дальше у меня закончилась зубная паста. Колги, древние секреты, забота о дёснах. Я, вероятно, единственный бьюти-влогер, который купил эту зубную пасту за свои деньги. Просто я была ей заинтригована. Она мне понравилась. То есть, как бы, я её купила сама, и она мне на самом деле понравилась. Она розовая, такая полупрозрачная, очень необычной текстуры. При этом у неё нет вот этого вот, как бы, экстра-ментолового привкуса. И мне это нравится. Она очень подходила моим зубкам. У меня очень чувствительная эмаль. И поэтому, чуть что, как бы, мои зубы очень болезненно на это реагируют. А здесь, как бы, для чувствительных зубов, эта зубная паста была в самый раз. Поэтому я думаю, что она стоит вот своего этого хайпа. На самом деле, хорошо работает. Так, ещё один дезодорант моего мужа. Я имею в виду потный дядька. Фамен Спорт. Не помню от него никакого фидбэка насчёт этого дезодоранта. Видимо, он работал. Я имею в виду, если бы он не работал, наверное, я бы заметила. Капельки в глаза. Адриакец. Я их очень люблю. Они мне помогают, когда я ношу линзы для глаз. Потому что у меня глаза потом очень ослаблены. У меня чувствительные глаза. У меня жирная кожа, у меня чувствительные зубы, у меня чувствительные глаза, у меня повреждённые волосы. Я просто вот, как бы, супер-набор. Вот, в общем, у меня глаза сохнут от линз, но эти капельки очень мне помогали. У меня уже вторая упаковка этих капелек, и сейчас я такая, мне без них плохо. То есть, когда я ношу весь день линзы, а вечером мои глаза прям такие, пожалуйста, закапай. У нас я такая, мне нечем, нужно заказать эти капли самостоятельно. Так, ещё одно мыло. Это полмолив. Интенсивное увлажнение. Это обычное мыло для рук, оно их очищает, и потом руки не очень стохнут, поэтому всё в порядке. Так, дальше у меня тут просто очень-очень много всего. Так, тканевые маски. Всего две? Нет, не две. Я стала редко пользоваться ими, и я сейчас пытаюсь исправиться. Первая, которая у меня закончилась, это Etude Organics, маска Slice, Arbus. Я обожаю эти маски от Etude Organics. Они очень хорошо увлажняют и питают кожу, потом кожа такая серия, ууу, мне хорошо. Вот, поэтому если мне нужно чем-то быстренько порадовать свою кожу, я делаю одну из этих масок. Так, следующее, это снова Etude Organics, и эта маска мне понравилась ещё больше. Они выпустили линию коктейльных масок. Я, кстати, перестала пить, я отказалась от алкоголя полностью вот пару недель назад. У меня не было с этим проблем, я просто в какой-то момент подумала, что и серия. А не отказаться ли мне, зачем я это делаю? Абсолютный офф-топ, но я имею в виду, как бы, да. И больше даже никакого винишка, никакого шампусика иногда. Просто вот как бы решила это сделать. Так, в общем, коктейльная маска. Мохита, она очень приятно пахла, как бы не алкогольная, но чем-то таким вкусненьким, сладеньким. Что, честно говоря, напоминает мне о каких-то тропических странах и всем тем, чем вас там... Просто тропических странах. Знаете, есть ароматы, которые ассоциируются у вас и серии. Южный курорт. Вот что такое. Маска была просто супер. Во-первых, она более плотная, чем типичные тканевые маски. То есть вы ее кладете на лицо, и она, во-первых, держит форму лица. С другой стороны, она более плотная, поэтому она как-то комфортнее на лице, чем другие тканевые маски. И она так питает и увлажняет кожу. И мне кажется, она еще боролась... Да, она для жирной комбинированной кожи. Она сужает поры, снижение выработки серого. Она подсушивает прыщики. Вот это то, что я точно заметила. То есть моя кожа выглядела... Моя жирная кожа после нее выглядела не только увлажненной и напитанной, но еще и как бы чище, чем она обычно есть. Следующая... У меня что-то много тканевых масок. Я не ожидала. Так, следующая тканевая маска – это Skinlight Deep Purifying. Так, черная пузырьковая маска в вулканический пепел. Я уже неоднократно пользовалась снижением масками. Я их очень люблю, потому что вы ее надеваете, и она начинает пузыриться. Это очень прикольно, как бы, и выглядит прикольно. Ну, то есть если дома больше никого нет, и никто этого не увидит, потому что это выглядит... Ну, для неподготовленного человека может выглядеть странно. Вот. Ну, если вы это ожидаете, она очень сильно раздувается. Вот. И, как бы, само ощущение, что она изнутри тоже пузырится. То есть, как бы, на коже есть ощущение того, что лопусты, эти мелкие пузырьки очень прикольно, и она очень мягко очищает кожу. У меня был момент, когда моя кожа как-то из серии немножко была обезвожена, и при этом она начала вот из серии... Когда вы чувствуете, что она слишком жирная и нуждается в очищении, я сделала эту маску, и моя кожа такая... Да, мы снова можем быть друзьями. Следующая маска – это тоже Skinlight. Золотая маска-пленка «Обновление кожи». Она прикольная, во-первых, она на самом деле золотая по цвету, вот как здесь и указано. Тебе ее наносят, она блестит золотом, прям очень прикольно. Такой целый экспириенс. И она очищает кожу, тебе ее потом снимаете. Она без проблем снимается в один, ну, как бы, одним движением. То есть, вам не нужно ее там ковырять, сковыривать с лица, как некоторые маски-пленки. Она просто, если вы сняли, все, она ее хорошо очищает, очищает поры. Вот, и тонизирует лицо. Классное. Так, дальше у меня закончился пилинг «Институт Эстелле». Это вот такие маленькие, как бы, слайсы. Вы их открываете, оно все на лицо. Они очищают, ну, как бы, оставляете на ночь. Оно очищает лицо, при этом оно улучшает цвет лица. Тон лица становится более ровным, поверхность лица более гладкой. Вот, в общем, очень прикольная такая штучка. Так, дальше у меня закончилось то, что я люблю страстно. Это еда от «Фаберлик». Суп-пюре картофельный. Он был вполне себе неплохой. Суп томатный с базиликом. Мне кажется, что я его развела как-то неправильно, и поэтому он был какой-то слишком густой. Думаю, проблема во мне. Вот, в общем, вот насчет супов больше, возможно, заказывать не буду. А вот каша льняная, яблоко и корица мне понравилась очень. Для меня, в принципе, вот эти кашки «Фаберлик» – это просто спасение. То есть, я с утра их засыпаю в миске, заливаю кипятком. Две минуты – они готовы, все. У нас с мужем есть нормальный завтрак. Потому что с утра перед работой что-то осмысленное готовить мне лично сложно. А я трачу много времени на то, чтобы накраситься, выпить свой кофе. У меня целая рутина по утрам. Мне до готовки. Мне кажется, я всегда звучу так дебильно, когда говорю, что я по утрам не готовлю, у меня нет времени. Потому что я знаю, что есть девушки, которые по утрам готовят. Я, в принципе, не люблю готовить. Окей, я лентяйка, я не люблю готовить. Вот твоя заливная каша. У меня зато муж очень хорошо готовит. Так, и следующее, что у меня закончилось, это крем для век «Колистар». «I'm going to treatment» против морщинок. Он мне очень понравился. Мне кажется, это мой первый крем для век «Колистар». Я, безусловно, куплю снова. Он мне очень нравится. У меня сейчас вот другие два крема для век. И нет. Нет. Я вам про них скоро расскажу. Так, и у меня осталось, друзья, только декоративная косметика. Ее будет много. Так, ну сначала скучный момент. Ну, относительно скучный. Я выкидываю кисточки. Так, это две. Они все в кошачьей шерсти. У меня все в кошачьей шерсти. Я все очищаю, но я имею в виду, пустые банки стоят у меня месяц, пока я их коплю. Поэтому кошачья шерсть на них оседает. У меня две гладкошерстные кошки, но они линяют просто как безумные. Поэтому ничего не могу с ним поделать. Так, в общем, две кисточки. Это две китайские. Я имею в виду, вот как бы это просто бестолково. Она ничего не делает. Я пыталась наносить ей консилер, растушевывать. Я пыталась наносить ей пудру. Она просто как бы бесполезная. При этом вот из этого набора у меня есть несколько кисточек, которые работают довольно хорошо. Вот это такая же, только маленькая. Тоже как бы консилер ей не нанести. Она его плохо растушевывает, весь впитывает, как бы ложится он неровно. Для пудры тоже не подходит, поэтому я думаю, что я за ней держусь. Вот, еще одна кисточка. Это Shea Kava. Для консилера она очень неудачная. Ну, по крайней мере, мне она совсем не подошла. Я знаю, что многие используют. Ну, по крайней мере, я знаю, что некоторые используют эти кисточки. И мне она для растушевки консилера не подошла. Я, в принципе, консилер, вы знаете, люблю наносить пальцами. Мне кажется, что вот пальцы, они благодаря тому, что, возможно, его разогревают или еще что-то. В общем, лично на мне консилер лучше ложится, когда я его растушевываю пальцами. Конец истории. Так что с кисточками я расстаюсь. Декоративной косметики я имею в виду... Тут даже что-то есть. Так, первое, что у меня закончилось. Бальзам для губ Maybelline Baby Lips Dr. Rescue. Он был немножко с оттенком, такой нюдовый. Он был очень ментол. Видите, пахнет как мен. Этот ментос. Нет, не ментос, другой. Помните, была реклама там, где хоккеисты и судья не может свистеть. Ментос? Нет. Холс. Холс. Вот. Оно пахнет как холс. Это немножко меня, честно говоря, это... Я не люблю холс. Поэтому... Нет, ничего личного холс, не обижайтесь. Но, как бы, я небольшой фанат вот этих вот... Пытаюсь найти аналог, к слову, сосательный. Этих леденцов. Вот. В общем, я небольшой фанат. И, соответственно, запах мне не очень нравился. Зато бальзам приятно увлажнялся. Батически смотрелся на губах. В общем, все было хорошо. Дальше блеск для губ Лимонии. Оттенка 37. Я не помню, когда даже вот у них были блески вот в такой упаковке. Я имею в виду... Они у них давно в другой, но... Да. Это был симпатичный нюд. У меня даже немножко осталось. Вот такой розоватый нюд. Вы знаете, меня... Я люблю свои нюды. Он не самый пигментированный. Его нужно было довольно много, чтобы нормально нанести. Не самый удобный в плане применения. Но, тем не менее, очень неплохой. И я люблю такие оттенки. Дальше у меня закончилась база под макияж. Essence My Base. Она была прикольная в такой вот упаковке. Вот. Выдавливаете ее, наносите. Она была немножко рыжеватая. Она, на самом деле, немножко корректировала цвет лица. На ней тональный крем держался подольше. Поэтому она, на самом деле, была неплохая. Учитывая, что это Essence, я ее покупала еще, мне кажется, где-то на распродаже. И вот как бы для всех этих условий она была классная. Больше, наверное, покупать не буду. Но это было весело, пока было. Дальше я просто выбрасываю. Это маркер для бровей. Artvisage. Brow Coat. Оттенок 810. Он очень светлый. Он для блондинок. Он как бы... Я не имею в виду... Даже когда у меня были светлые волосы, я не могла им пользоваться. Потому что он очень светлый. Вот. Есть люди с очень-очень-очень светлыми волосами. И на бровях в том числе. Я думаю, что для них это подойдет. Для меня как бы нет. Я знаю, что я никогда не буду осветлять снова волосы до такой степени. Ну и даже если буду, у меня свои брови намного темнее. Поэтому как бы мне это не подойдет. Поэтому мы расстаемся. Дальше блеск для губ Мэйвлин Калл Сенсейнштал. Оттенок 360. Стэлла Берри. Так. Осталось ли там что-нибудь? Немножко. И... Еще чуть-чуть. Да. Ягодный. Очень красивый цвет. Он был еще с таким... То есть он сам такой... Ягодный. А блестки фиолетово-синеватый. Очень необычный блеск. Очень красивый. Я в целом не очень люблю более темные блески. Потому что они не очень хорошо держат контур губ. В принципе, не очень хорошо держатся. Но это было исключением. Он был на самом деле классный. Дальше. Пудра Эстрада. Вуаль Натюрель. Оттенок 101. Она была очень хорошая. Она вываливается у меня. Вот как бы она треснула. И поэтому больше я пользоваться не могу. Она была хорошая. Она добавляла покрытие. Она мотировала кожу. В принципе, особенно учитывая, что это очень бюджетная марка. Она вполне неплохая. Очень быстро закончилась. Но я без претензий. Она очень бюджетная. Так. И дальше у меня закончился. Закончились. Во-первых, с Эли Ханса Double Duty Base and Top Coat. То есть это и база для лака для ногтей, и верхнее покрытие. Оно просто... Вы это видите? Очень надеюсь, что вы это видите. В общем, она засохла. И она такая... Как паутинка. Вот. Ну и в целом, как бы она кончалась. Поэтому все окей. Понравилась мне. Особенно в качестве базы под лак. Я никогда ее не использовала как базу под лак. Я всегда ее использовала как верхнее покрытие, чтобы лак дольше держался. И мне мастер в салоне маникюра сказала, что если носить базу под лак, то ногти будут усилить целей, потому что лак на них не попадает. Я такая... Да вы что? Вот. И в общем, как бы... Для меня это было абсолютно неочевидно. Я это попробовала. И с тех пор мои ногти практически не слоятся и не ломаются. Я такая... Совпадение? И последнее, что у меня закончилось, это лак для ногтей Miss Sporty оттенок. Я не вижу ничего указывающего на оттенок. Возможно, 326. В любом случае, вот этот вот такой насыщенный, яркий, неоновый, рыжий, рыжо-розовый, грейпфрутовый, как это еще называть, цвет. Я покупала этот лак на ногтей в Лондоне еще. Много лет назад. Я пытаюсь вспомнить, когда я там была, 4 года назад, 5 лет назад, очень давно в любом случае. Я тогда еще не была замужем. Мы тогда еще с Игорем даже не жили вместе, мне кажется. Да. Иначе вряд ли бы я поехала в Лондон без него. Мы встречались, но еще не жили вместе. Вот. Цвет очень красивый, но лак закончился. Он служил мне верой и правдой. Я имею в виду, он не загустел, не засох. Он до последнего ложился ровно и идеально. Это вот то, что я жду от своего лака. Мне кажется, он стоил, если там, фунт, или полтора фунта. Поэтому это супер-мега дешевый лак и супер-мега классного качества. Мне будет его не хватать. Но, тем не менее, это все, что у меня закончилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Если вам было интересно, то узнаете, что делать. Ставить байк вверх! Спасибо вам большое за просмотр. Отличного дня, прекрасного настроения. Люблю вас всех. Пока-пока.